День с толком Почему пассажиры новоалтайских автобусов чувствуют себя шпротами в банке, а иногда по часу стоят на остановке? Алтайские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли на ребре. Пациентка уже скоро сможет играть в волейбол. Мы за ребром так и гонялись. Оно поднимается и опускается. И мы должны, так сказать, в такт. Кемеровские кукловоды в Барнауле. Какие премьеры ждут самых маленьких зрителей города? У меня руки дрожат. Представите, как у нас на спектакле. Федеральное министерство труда предложило снизить прожиточный минимум для россиян. В среднем показатель хотят уменьшить на полтора процента. Причина такого решения – понижение цен на продукты из потребительской корзины. Что думают по этому поводу горожане и экономисты в сюжете Андрея Дрейра? Специалисты Министерства труда все посчитали и решили снизить прожиточный минимум. Потому что, по их данным, по итогам третьего квартала цены на продукты питания снизились. А динамика такая. Куриные яйца подешевели на 4,7%. Стоимость картофеля снизилась на 12,6%. Свекла опустилась на 13%. Цены на сахар упали на 11%. Цена моркови упала на 18%. А белокочанная капуста подешевела аж на 50%, даже больше. Сейчас спросим, согласны ли с этим потребители. Ну, как бы вот овощи, может быть, подешевели, потому что сезонные. А так, как бы, дорого. Сахар и яйца подешевели. Я что-то не почувствовал, что подешевели. Не чувствуете, что подешевели? Нет. Министерство труда говорит, что многие продукты питания подешевели. В основном овощи... Подорожали. Подорожали? Ну, конечно. Люди не согласны. Ну, куда там против статистики. На официальных сайтах уже можно найти проект приказа. Согласно нему, прожить работающие россияне смогут на 11 942 рубля. Дети на 10 838 рублей. Пенсионерам хватит 9 090 рублей. Специалисты считают, что так подстраиваться по снижению цен не имеет экономического смысла. Главной задачей большинства ведомств у нас, ну, если брать федеральное правительство, является оптимизация разного рода. Это при том, что всем известно, в общем, информация открытая о том, что у нас профицит бюджета, причем весьма приличный, на федеральном уровне. Но почему-то помочь, так сказать, населению с доходами не хотят. При этом понижение цен зафиксировано только для овощей и сахара. Про некоторые продукты, к примеру, говядина, куриное мясо, молоко, сливочное масло, наоборот, подорожали. При изменении прожиточного минимума россиян этой статистики, видимо, не учли. Так что в этом смысле для наших вынужденных вегетарианцев ничего не изменится. Отношения пенсионеров с мясом такими же и останутся. А вот смогут ли они себе при нынешнем прожиточном минимуме позволить лишнюю букву хлеба? Это уже вопрос. Андрей Дрейер, Андрей Печеркин. День с толком. Жители Новоалтайска столкнулись с транспортной проблемой. Говорят, автобусы стали ходить реже. После девяти вечера уехать практически невозможно. Но подобные трудности испытывают и барнаульцы. Почему расписание общественного транспорта с каждым годом становится все более ненормированным, расскажет Полина Жданова. Чтобы уехать домой в Новоалтайск, жителям приходится стоять на остановках по полчаса, а иногда и по часу. Они пожаловались на это в соцсетях. При этом расписание одного из самых популярных маршрутов 125-го, по словам новоалтайцев, не нормировано как вечерами, так и в целом в течение дня. На работу в Барнову ехать с утра тоже проблематично. Во-первых, ты долго стоишь, соответственно, накапливается народ. Во-вторых, когда накапливается народ, ты не можешь туда залезть просто в автобусе. И приходится убеждать еще и опаздывать на работу. То есть автобусы под номером 125 по каким-то причинам могут потеряться, просто не выйти на линию. Интервалы движения, со слов постоянных пассажиров, варьируются. Выезд на маршрут каждые 6 или каждые 20 минут. Водитель, можно сказать, выбирает сам, когда поехать. Из-за этого возникает яма в расписании. Рано утром и после 9-10 вечера сложно уехать не только за город. В Барнауле местные жалуются и на то, что на работу и с работы им нередко приходится уезжать на такси. И такая ситуация с каждым годом только ухудшается. При этом поездка на такси только в одну сторону может обойтись и в 200 и в 300 рублей, а за город еще дороже. В Ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула нам рассказали, что проблема кроется в отсутствии контроля со стороны властей. Ни финансовой, ни дисциплинарной поддержки от государства на сегодняшний день нет. И пока частники полностью самоокупаемы, им невыгодно продлевать расписание на позднее время или закупать дополнительные автомобили для удобства пассажиров. Нужна программа. Вот как у нас раньше до 15-го года были программы. Была на четвертый-десятый год, потом была на десятый год-пятнадцатый год. Пятилетние программы были, где предусматривалось и количество машин, и количество приобретений автобусов, и количество заработной оплаты. И все. С 15-го года никакой программы сегодня нет. Пока был контроль с работы, можно было уехать даже в 11 вечера. Возобновить господдержки общественного транспорта пока не планируют. Возможно, решение изменят, когда количество автобусов критически сократится. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. На барнаульских дорогах могут появиться умные лежачие полицейские. Если Алтайский край попадет в число пилотных регионов, то новые технологии коснутся дорог края уже в 2021 году. Нужны ли барнаульским дорогам умные полицейские, расскажет Дарья Эдемилер. Сейчас в барнауле лежачие полицейские интеллектом не блещут. Просто лежат. Но свою функцию исправно выполняют. Машины перед ними затормаживают. А это умные лежачие полицейские. Они оснащены комплексом видеокамеры датчиков. И если водитель не нарушает скоростной режим, то барьер не поднимается. Но безопасно ли устанавливать такое в барнауле? Ты можешь превысить каким-то образом скорость. И вот ты едешь по ровной дороге, и тут перед тобой, как черт из табакерки, выскакивает этот полицейский. Это, ну, А, например, это резкое торможение зимой, которое к заносу может привести. Б, это удар по подвеске очень сильный, который тоже машину может с траектории сбить. Другой аспект – цена. Обычный лежачий полицейский стоит не больше 15 тысяч рублей. А новые барьеры обойдутся в 100 раз дороже, уверен кандидат технических наук Сергей Павлов. Это подразумевает достаточно серьезные инженерные работы, прокладывание питания к этим датчикам, детекторы, которые бы измеряли скорость, а также серьезные инженерные работы. Дорогое и умное устройство, по мнению специалистов, будет беречь подвеску автомобилей и экологию. Благодаря тому, что отпадет необходимость в торможении, выброс вредных веществ в атмосферу уменьшится. Парнаульские водители в основе своей идеи появления умных дорожных неровностей поддерживают, но особого восторга по этому поводу не испытывают. Как относитесь к инициативе? Хотят установить к 2021 году умные лежачие полицейские, которые не будут подниматься, если не нарушается скоростной режим? В принципе, положительно. Интересно было бы. По идее, должно быть намного лучше, если как раз-таки соблюдать этот скоростной режим. В некоторых местах города до сих пор встречаются очень грубные, обрубленные какие-то, некорректно уложенные куски асфальта, можно так назвать. Пока экспертная комиссия на федеральном уровне определяет оптимальное расстояние между камерой и барьером, с задачей замедлять машины на дорогах Барнаула отлично справляется и неумный лежачий полицейский. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. В любой момент 9 человек, в том числе один ребенок, могут оказаться под завалами барнаульской двухэтажки. Дом признан аварийным и подлежит сносу еще с 2012 года. В этом году часть собственников расселили, но три семьи до сих пор там. Наша съемочная группа рискнула зайти и посмотреть, в каких условиях люди вынуждены выживать. И почему отказываются переезжать в съемное жилье? Напугались, потому что, понимаете, как будто бы какая-то лавина льда сошла с крыши, и это был такой грохот, прям стены задрожали. Настоящий шок испытали жильцы аварийного дома на Первозападной 49А. Месяц назад в одной из квартир рухнул потолок. К счастью, обрушение произошло в пустующей квартире. Но инцидент до ужаса набугал людей, и сегодня они рассказали и показали, почему. Угол в моей кухне уже несколько лет подряд течет, потому что крыша полностью аварийная. И вот эта стена, эта несущая стена, она тоже вся мокрая, сильно провисла, но я думаю, что осенние дожди сейчас начнутся, и у меня здесь произойдет обвал. Сырость, ветхость и плесень в каждой квартире и подъезде. В этом году аварийный дом смогли покинуть лишь те, кто успел приватизировать свои квартиры. Ибо в рамках краевой программы дали деньги на покупку жилья. Оставшиеся живут здесь по договору соц.наема, ждут очереди и гадают, когда дом разойдется по швам. А вот так жители аварийного дома развлекаются. Ставят маячки на стене, чтобы отследить, как быстро и стремительно расходится их дом. Так, за 2017 год их дом разошелся где-то на 3 сантиметра, а уже за 2018 год в два раза больше, примерно на 6 сантиметров. Жители неоднократно обращались в администрацию района и Министерство строительства края. Но там лишь говорят, что квартиры выделят, как только их получится купить. Но это будет не скоро, уверен общественник Игорь Берг. Квартиры закупали по среднерыночной цене, пояснили в мэрии. И добавили, что вновь собираются провести аукцион на закупку квартиры. А пока жителям предлагают альтернативу. В связи с аварийным состоянием строительных конструкций дома, жители неоднократно были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения или предоставления помещений маневренного фонда. Однако за предоставлением помещений маневренного фонда компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в Комитет жилищно-коммунального хозяйства жители не обращались. Но жители боятся, что если сейчас съедут из аварийного дома в съемные квартиры, то обещанного нового жилья им уже не дождаться. Ведь действие программы, в рамках которой их должны расселить, заканчивается в этом году. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Юные девушки провели операцию по удалению ребра, пораженного опухолью. Такую в нашем регионе сделали впервые хирурги Краевого центра охраны материнства и детства. Почему операция стала для них настоящим вызовом, выяснял Илья Кочетков. Вот так, вот так кисть вверх. То есть это я проверил функцию нервов. Все нервы у нее остались целые. Несколько лет назад у Виктории Каэль поднялась температура до 39 градусов. Но врачи поначалу не заподозрили ничего серьезного. Нас обследовали и в принципе поставили диагноз просто нарушение центров терморегуляции на фоне пубертатного созревания. И в течение трех лет у нас повышалась температура. Но мы списывали это на ОРЗ, на какое-нибудь простудное заболевание. Лишь недавно, сделав снимки, увидели опухоль на втором ребре. К тому времени недуг начал себя вовсю проявлять. Чувствовал уже какие-то боли, там, у меня всегда болело, там. Зав. отделением ортопедии признается, за 30 с лишним лет работы подобного не встречал. Обычно опухоли бывают на пятом-шестом ребре. Эти довольно просто удалить. Но второе буквально спрятано среди мышц, нервных волокон и сосудов. Признается, сначала даже хотел отправить пациентку в Москву. Потом решил, всегда что-то нужно делать в первый раз. Операция прошла 2 октября и потребовала использовать весь накопленный опыт. Когда человек дышит, то ребра что? Поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Так вот, мы за этим, за ребром так и гонялись. Оно поднимается и опускается. И вот мы должны, так сказать, в такт, этим вот вдоху и выдоху, это ребро-то не упустить. Именно удалить то, от которого ребро-то больное. В итоге все прошло успешно. На календаре 11-е, а девочка уже собирается домой. Сначала на выходные, а потом и вовсе на выписку. И в ожидаемом будущем, возможно, вернется к занятиям любимым волейболом. Тем более, что ребро, у которого удалили только больную часть, заверили нас врачи, постепенно вырастет вновь, уже совершенно здоровая. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Стойкого оловянного солдатика, крошку и ноты и летучий корабль покажут в театре кукол-сказка. Это спектакли Кемеровского областного театра имени Гайдара, который приехал в Барнаул с гастролями. Кемеровские кукловоды привезли с собой около 100 кукол, каждая из которых изготавливается несколько месяцев. Кстати, режиссеры не стали полностью дублировать сценарии всем известных сказок. Поэтому местами постановка точно будет удивлять. На премьеру уже почти не осталось билетов. Сегодня маленькие зрители увидели постановку «Стойкий оловян и солдатик». Завтра на сцене крошка и нота, а в воскресенье летучий корабль. Сейчас режиссеры, ставя вот такие спектакли, они заставляют думать ребенка. Не когда ты прочитал книгу, да, и там сюжет очень понятен, он четкий, а в какую-то свою сторону ведут. У меня руки дрожат. Представьте, как у нас на спектакле. На этой кукле работают три актрисы. Потому что вот, ну как, она же бумажная по истории у Андерсена. Многие надеялись увидеть эти спектакли уже в новом здании театра кукол. Он должен был принять первых зрителей еще в сентябре. Теперь театр кукол обещают открыть к концу года. А пока актеры-кукловоды из Кемерово выступают в здании высшего кинотеатра «Родина». Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях. Хороших вам выходных!